Всем привет, с вами Прея. Не так давно я прокачал 52 артефакт на своем воине специализации защиты. Все бы казалось классно, все бы казалось то, что он почти прокает постоянно, но есть одно но. Прокает он иногда редко, а иногда достаточно часто. Давайте сейчас убедимся в этом, в течение пары минут я побью манекен самыми обычными атаками, автоатаками и прочими различными моментами. Отслеживать эффект мы будем не через стандартные вот эти иконки, которые в верхнем правом углу, это слишком сложно. Отслеживать баф мы будем через Викаут, аддон специальный для того, чтобы высвечивать различные бафы, находящиеся на нас. Таким образом, согласованность армии погибли легиона и выглядит именно так. Процент П, триггер согласованность армии погибли легиона. Вписав, мне сразу же дался танковский баф и все спокойно начинало работать. Итак, начнем же. Получен первый прок. И так просто следим, следим и следим. Получается то что? Смотрите, сейчас я взял 52 уровень артефакта. Далее там уже будет 53, 54, 55, это логично в принципе. Вплоть до 101 будет прокачиваться только этот талант. Только согласованность армии погибли легиона. Скорее всего, больше ничего уже не будет вплоть до конца легиона, как говорили сами в Близзард. Но, опять же, в любой момент они могут все изменить, поменять и будет весьма забавно в итоге. Посмотрим. Следующий, насколько я знаю, прок, он будет уже на 2200 универсальности. Но это прям как мой психологический рейтинг на арене на самом деле. А арену придется ходить 7,25. Опять, если не в курсе почему, то обязательно гляньте видосик о повышении легендарных вещей до 970 уровня предмета. Пока я все это показывал, пока я все это дело открывал, ни одного срабатывания не было. Как написано на вовхеде, раньше было написано, то что полтора срабатывания в минуту. То есть, это получается, ну, где-то 15 секунд в минуту я бы находился под действием этого эффекта. А получается так, что сейчас это дело поменяли, и выходит одно срабатывание в полторы минуты. Но, опять же, оно все намного чаще. Сейчас мы осваиваем мифического гулдана, и получается так, что аптайм этой способности, этого прокового эффекта, составляет от 17 до 45%. Аптайм это время, которое находится на мне, этот эффект от всего боя. Примерно как-то так. А бой там уже идет весьма достаточно. Когда я выйду из него, тогда я узнаю. Надо было сделать умнее на самом деле, надо было включить таймер просто, да и все. Но пока что всего лишь 3 эффекта. Вот так вот. Получается то, что эффект срабатывает как... Ну, получается, при применении способностей и при получении дамага, скорее всего, от каких-либо тиков дот он будет прокать. То есть, ну, вот от кровотечения самого обычного даже вполне вероятно то, что эффект сработает. Ну, что получается, сколько я бил прошлую цель. Сейчас мы выйдем из боя и все это дело узнаем. Всего за все время я увидел лишь 3 эффекта, которые на меня наложились. А бой тем самым длился 2 минуты 51 секунду. Почти 3 минуты. В среднем 1 раз в минуту. Ну, знаете, находиться под этим эффектом 10 секунд из 60, это все равно весьма очень хорошо. Аптайм получается. Как раз таки вот 17%, можно сказать, самое минимальное число. Иногда бывает прямо подряд срабатывают эти эффекты. Иногда бывает не везет и, как сейчас, они появляются довольно-таки редко. Как-то так это все дело обстоит. Самое классное то, что этот эффект будет усиливаться, усиливаться и усиливаться. Надеюсь, что когда стартанет грабницы Саргераса уже будет максимальный у меня уровень артефакта. 101. Ну, или хотя бы, ну, так 90-й бы хотелось, если честно. Посмотрим, время покажет. Всех вам благ, счастья, здоровья, побольше силы артефакта. Пользуйтесь бонусами от башни магов. Ну, тут она не активируется у меня во плоте. Делайте локалочки. Делайте локалочки при максимальном знании. Ходите в рейды при максимальном знании. И аналогично с обычными мифическими подземельями. До скорого!